Думаем ли мы о Боге? Видим ли мы Бога в этот момент? Что происходит с нами? Задумайте, вспомните, когда у нас все хорошо. Мало кто благодарит Бога. Ну мы, да, благодарим Господа, но в основном по гордыне нашей приписываем все себе. Вот, дескать, какая у меня хорошая жизнь. А потому что я трудился, а потому что я способный, а потому что я добрый, а потому что я хороший, а потому что я такой и всякой раз этакий, самый лучший, поэтому мне все хорошо. Вот так вот мы часто мыслим о своей жизни, когда у нас все благодетствие. И когда у нас благодетствие, когда у нас все хорошо, большинство людей, почти все забывают о Боге. Кто устремляется в храм во время благодетствия? Нет, мы наслуждаемся солнышком, мы стремимся на пляж, мы стремимся под солнышко, раздеваемся и греемся, загораем и наслаждаемся безнадежным. Где Бог в этот момент, мы не знаем. Хотя Он опять рядом с нами стоит. И кротко, и тихо, и с любовью незреченной, с которой никто нас никогда не полюбит, говорит нам, торопись, не спи, не расслабляйся. Жизнь короткая, она протекает, стяжевает Царствие Небесное. Вот это солнышко, вот это небо, вот это все то, что ты видишь, прекрасное, что тебя радует и услаждает, это просто бледная копия, бледная тень того, что тебя ожидает, если ты спасешь свою душу. Но мы это, видим ли мы это, когда солнышко сияет, и когда мы лежим на берегу моря? Нет, мы этого не видим и не слышим, Господа. Мы погружены всецело в усложнение, своими удовольствиями. А когда на наш кораблик надвигается шторм, а когда его заливают волны, когда угроза перевернуть этот кораблик, такая видимая, хотя никакой угрозы, никакой опасности в нашей жизни нет, кроме греха, все идет по плану, все идет так, как устраивает Господь. Когда мы начинаем бояться за всю жизнь, когда все падает из рук, когда все начинает разрушаться, весь мир, который мы созидали, мир своих удовольствий, мир своего своеволия, вот именно в эти моменты, когда скорби, когда потрясения, когда трудности, когда надо браться за весла, и мозоли кровоточат, вот только в этот момент, братья и сестры, мы можем увидеть свою жизнь и Господа. В другой момент мы его просто не видим и не слышим. И когда мы боимся за всю жизнь, когда мы видим, что все разрушается, мы вопием, Господи, помоги им, спаси им, утопаем. И вот в этот момент мы видим Господа, который, взяв весла в руки, садится рядом с нами, и точно так же набивает мозоли вместе с нами, выгребая наше судно против волн и шторма житейского, и бури житейской. Здесь мы видим Господа, который смиренно и кротко, в опасный момент, как гребец, садится за лавку рядом с нами, гребет наше судно, спасая и помогая. Только тогда мы видим Господа, когда скорби и потрясения. А когда закончится буря, когда мы преисполнены благодарностью Господу, за эту незреченную любовь, видишь, что Господь рядом, снова наступает солнце, и снова наступает благоденствие, тогда что? Снова забываем Господа, снова перестаем Его слышать, снова начинаем услаждаться, нас затягивает троси на житейских удовольствиях, снова мы забываем о том, что жизнь короткая, и что Ее можно растратить на удовольствие, не приобрести никаких сокровищ в Царстве Небесном, никаких вкладов, как говорил преподобный поиск Святогорец, не открыть себе никаких вкладов на небе, не накопить себе никаких счетов сберегателей там, в Царстве Небесном, остаться нищими, остаться нищим. И тогда что? Господь вынужден со скорбью снова нам попускать какие-то скорби, какие-то нестроения, войны, какие-то болезни. Болезни были, мы не раскаялись, не пришли в храм. Войны были, мы не пришли в храм, не раскаялись. А что еще должен Господь попустить, чтобы народ проснулся? Народ, что вам еще нужно? Какая еще беда должна стрястись в нашей жизни? Чтобы вы пришли в храм и перестали врать, что у вас Бог в душе. Чтобы вы воцерковились, начали ходить в храм. Православные люди сегодня, которые лежат в кровати, работают в огороде, смотрят телевизор, да что угодно, произносуют по телефону, что в интернете сидят, в телефонах, и не пришли на суд. Что еще, какая беда должна произойти, чтобы вы пришли в храм? Какая? Такая, какой не было от сотворения мира. И войны были, и голод был, и болезни, эпидемии были. Но народ не кается. Вот будет перед концом света такая скорбь, и о кого не было от сотворения мира, чтобы дать последний шанс. Даже вот такой скорбью, если люди все равно отвергнут Бога, не придут в храм, не покаятся в грехах своих, не изменятся уже, не станут молиться, тогда вот Господь все сделал, все, что мог, всемогущий Бог. Но люди сами отказались от спасения.